Завтра Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о финансировании политических партий из госбюджета. Если примут, потом еще предстоят доработки. Смысл документа, пугающего своим названием многих избирателей, разоснил эксперт Павел Колотвин. В данном случае, мы говорим, государственное финансирование не предусматривает финансирование партийных функционеров. В данном случае, это все только на партийную, на идеологическую работу, на возможность политиков ознакомливаться с деятельностью граждан, проведение митингов, проведение каких-то таких организационных планов вопросов. Кто контролирует финансирование, должны ли партийные функционеры получать зарплату, что за санкции будут применять в случае нарушения правил. В законопроекте есть недочеты, но, по мнению экспертов, для начала надо просто принять сам документ, а после дорабатывать. Введение таких механизмов поможет нам, как минимум, сокращать так называемую политическую коррупцию, то есть, как минимум, уменьшить влияние олигархических кругов на политические партии, сделать политических функционеров, как минимум, менее зависимыми от, так сказать, основных их финансовых вкладчиков. Закон этот может предполагать введение барьера для партии, которые будут получать деньги от государства, причем сделать его ниже, чем проходной барьер в органы самоуправления. Это и станет своего рода поддержкой новых партий и выборов.